Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре сегодня дебетовая версия OpenCard для получения зарплаты. Данная карта не слишком отличается от дебетовой версии обычной OpenCard, но все-таки разница есть, поэтому мы решили сделать на нее отдельный обзор. Чем эта карта привлекает клиентов? Прежде всего бесплатным обслуживанием, улучшением условия кредитования для владельцев. Ну и конечно же кэшбэком до 11%. Это предложение, если не самое лучшее, то уж точно в десятке лучших на рынке. Давайте посмотрим на преимущества, которые банк определил для этой карты. Во-первых, смотрите, переводы на карту другого банка по номеру телефона без комиссии. Но обратите здесь внимание, что именно по номеру телефона, не по номеру карты. По номеру карты будет уже с комиссией перевода. Бесплатное пополнение, без комиссии снятие наличных в банкоматах, открытие до 1 миллиона рублей в месяц. Оплата там ЖКХ, штрафов, налогов, уведомления об операциях. Ну и бескомиссионные переводы по реквизитам в другие банки, в том числе платежи по кредитам других банков. Ну в принципе неплохо, да, на первый взгляд. Очень даже неплохо. Еще бы разобраться в программе кэшбэка. Ну здесь не все сразу. Кэшбэк довольно как бы замудренный, но это не значит, что он невыгодный. Если разобраться в его, скажем так, начислении, то проблем быть не должно. Вот смотрите, самая большая выгода идет тем, кто владеет зарплатной картой OpenCard и имеет на счету этой карты, либо на любом другом счету банка, открытие от 100 тысяч рублей. Соответственно, тогда он получает вот здесь 6% плюс 5%, максимально 11% в категории. Либо, если он подключает тариф базовый, то тогда у него получается кэшбэк 2% основной и плюс 1 еще за то, что у него 100 тысяч есть на счету. Поэтому как бы неплохо, бонус равняется 1 рублю, то есть 1 бонус 1 рубль, их также можно потратить на покупки. Заказать эту карту можно прямо на сайте. То есть выбираете платежную систему, там Visa, MasterCard, Mir и, соответственно, заполняете заявку. Ничего тут такого особенного нет. У банка открытия есть интерактивный сервис, целый пакет, поэтому можете их использовать и управлять счетом карты очень удобно. Вот здесь есть тариф и более подробный документик в подвале страницы. Давайте его посмотрим. Я его заранее открыл. Значит, на что я хотел бы ваше внимание обратить. Значит, карта эта выпускается не бесплатно. Выпуск стоит 500 рублей. Ну или в эквиваленте валюты карты. Значит, если вы тратите по карте 10 тысяч рублей, то эта сумма возвращается. Если сумма совокупной транзакции не достигает 10 тысяч рублей, то деньги не возвращаются. Виртуальная карта стоит 99 рублей. Исходящие переводы с карты открытия на карты других банков по номеру карты стоят 1,5%, но минимум 50 рублей. То есть это важно. Если вы совершите такой перевод, то будьте готовы к тому, что минимум с вас возьмут 50 рублей. Если по номеру телефона переводите, то бесплатно. Размер кэшбэка. Вот здесь табличка. Все очень подробно расписано. То есть, если выполняется первое условие, какие тут преференции дает банк. Если выполняется второе условие, их еще больше. Ну и, соответственно, стоимость покупки от 1,5 тысяч рублей. То есть, не любая покупка, а покупка от 1,5 тысяч рублей. Ее можно компенсировать 100% накопленными баллами. Это очень здорово. Потому что, как правило, идешь что-то покупать. У тебя эти бонусы копились-копились. Бац, например, новый телефон и приобрел за счет бонусов. Очень было бы здорово. Но надо еще накопить эти бонусы. Ну, в остальном, тут как бы никаких сюрпризов. Тут есть ограничения. Здесь ограничения на выдачу наличных. Прочие ограничения. Это все можно посмотреть в таблице. Тут ничего особенного нет. Есть дополнительные услуги. Они оплачиваются отдельно. Но, как правило, они мало востребованы. Значит, для зарплатных клиентов карта OpenCard является хорошим решением. Потому что, во-первых, если вы собираетесь приобретать кредит в этом банке еще дополнительно, вам будут скидки на процентную ставку. Причем хорошие. Значит, плюс вы получаете кэшбэк, плюс бесплатное обслуживание и возможность переводить деньги бесплатно в большинстве случаев. Единственный минус, пожалуй, это, что банкоматы банка открытия есть не везде. Но такой минус, в принципе, с лихвой компенсируется остальными плюсами. Поэтому карта, в принципе, неплохая. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие карты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И всего вам доброго.